Некольких годов тому при культурно-спортивном центре вёсцы Ботвиново от Шачерского района заявился первый на хомешине музея хлеба. Тут собрали всё, что тычется истории этого продукта. От инструментов о працовке земли до коллекции рецептов, яким больше 100 годов музей наведывают не только мясовые жахары, а и туристы из Германии, Италии, Голландии и других стран. Уникальность установила тем, что тут можно не только доведаться про историю, а и попробовать ее на густ. Специально для этого супрацовники музея выпекают хлеб по стародавней рецептуре. Даже сегодня у них распоряджение мука с нового ураджаю, собранная местовыми хлеборобами. С нового помолу мука и так насыщена кислородом, я еще не успела и наслежаться, поэтому хлебок наш отрымливается вельми смачный. Особливо приготовлены в печке, у них и корочка хрустящая, и он и добро засмаженный. В общем, одно объединение с таким хлебцем. Даже сегодня хлеб рыхтуют не для дегустации туристов, его везут прямо у поля, мясовым комбайнерам, как дать поспробовать им плен своей працы. Дегустация проходит под живую музыку. Невеликий концерт для хлеборобов подрыхтовали творческие коллективы Чачевского района. Чувство хорошее, свой хлеб, который убран своими руками. Хороший на вкус. И урожай хороший. После перепынки комбайнеры протягнули уборку. Затым прямо с поля урожай отправится на зерни сушилки. Тут с допомогой специального инструмента проверяют вельготность зерня. Коли я на больше 19% парты иди на сушку. В этот час я ее сортують по якости. Не что станет зачином для будущей поселной, а не что отправится у ликдержзаказу. В уголе на сушце сборжа не затримливается больше, как двое суток. Затым я его снова проверяют. Норма 14%. Взять, если в руку, то по ощущениям оно чувствуется, что оно влажное. И немного его до суши, оно будет нормально. И потом, после того, как мне сообщают, что влажность проверена, столько-то, столько-то, тогда уже заказываем машины, приезжают машины, отгружаем все на хлебопродукты. В уголе об якости селетнего урожаю специалисты отхукаются добро. Кажут, одиная складанность у тем, что холодное лето отсунуло термины початку уборочной. Однако дождливое надворье у гэтым выпадку было навод на руку. Дякую, что до статковой вельхоти, колос налився больше, чем звычайно. Увы, некую урожайность, высшая за летошнюю, 30 центнеров с гектара. Да и нагнать, темп уборочной у районе отрымалося. Для этого отремонтовали все старые комбайны и поставили у линейку с новыми. Теперь на полях района их 47. И Чачирщина иде у отповедности с графиком. Убрана больше, как треть площад. Хозяйство готово сработать намного больше. Тем более, что в этом году у нас довели задание, значит, первое рассчитаться с госзаказом. Первые три очереди мы все полностью закроем, и еще хозяйство останется, еще даже зерно. Перевыполним, госзаказ без вопросов перевыполним. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, Утеля радио, компания «Гомель», Чачирский район.